МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемый Омархан, в целях приведения подзаконных актов в соответствии с законом в приложении приказа Министерства от 25 ноября 2015 года номером 725 внесены дополнения. Приложение 7 регулирует определение и расчет стоимости создания или реконструкции объекта ГЧП, суммарной стоимости государственной поддержки и источников возмещения затрат субъектов ГЧП. Таким образом, полагаю, необходимо руководствоваться вышеназванным приложением при расчете суммы вознаграждения частному партнеру за обеспечение им качественных характеристик объекта ГЧП. Были поправки приняты в законодательство о ГЧП. Основная цель этих поправок – сократить процедуры планирования проектов ГЧП с тем, чтобы быстрее приступить к реализации проектов. В основном были объединены две стадии планирования проектов, за счет чего сократилось количество согласований, экспертиз, сроки этих согласований. Также внедрен по предложению у нас в Палаты предпринимателей новый документ – это бизнес-план. То есть частные партнеры, инициируя проекты ГЧП, смогут по удобной им форме и привычной форме бизнес-плана вносить заявки, инициативы в государственный орган. Мы думаем, что в целом это позволит привести к увеличению проекта в ГЧП именно по частной финансовой инициативе. Также законодательно урегулированы вопросы единой базы проектов ГЧП. То есть теперь субъекты ГЧП смогут централизованно получать информацию о планируемых, о реализуемых проектов, о конкурсах, объявленных в едином централизованном формате. Редактор субтитров А.Семкин